ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОДОЛЖЕНИЕ Это новый клуб, я благодарю нашу команду. Мы так раз старались эти клубы, как мы делали его. Я надеюсь, наш клуб вам понравится. Это новый клуб, который называется «Кенри Блэк». Есть такая поговорка, что простые вещи делают сложнее всего. Это же касается и лугов. Перед вами классический, что называется классичнее не бывает, английский лонгбол. На самом деле, этот клуб считается простым лугом. То есть, он делался когда-то из одного слоя дерева. В наше время этот клуб делается путем склейки нескольких слоев дерева, но форма, пропорции, размеры остаются те же самые, что и 800 лет назад. В чем нюансы? Дело в том, что этот клуб, он с виду простой, на самом деле достаточно сложен. В каком плане сложен? Очень важно сделать точные пропорции длины в соотношении сечения плечей, чтобы он работал так же хорошо, как это в свое время делали англичане, которые пришли к этому путем прода ошибок. Но, есть нюансы. Дело в том, что даже те времена луки были простые, как бы так сказать, для простых солдат, и были луки сделаны более качественно, или для знатных лучников, или для господь. Этот лук относится как раз ко второй категории. Здесь, во-первых, он выполнен на более качественной склейке, из качественных материалов. То есть, мы используем бамбук для усиления плечей. Во-вторых, такие луки для челюсти хорошей отделкой. Первое, что отличало такие луки, это фигурные рожки на концах лука. На такие луки всегда одевались костяные насадки или роговые, для того, чтобы тетива не перетерла длине свину. Так вот, на этой линейке Генри Блэк мы ставим резные рожки с фигурками на концах. Это могут быть голова лошади, голова орла, в зависимости даже под заказ. Второе, такие луки, как правило, чернили. Почему их чернили? Это для того, чтобы провести скрещь их к сырости, от влаги. В те времена использовали сажу, перевешанную с жиром. Мы же используем специальный лак, который защищает длине свину от влаги. И это, на самом деле, более эффективно. К сожалению, лук выглядит внешне точно так же, как это было 800 лет назад. Ну и на довесах, в таких луках всегда делается специальная вставка. Вот здесь костяная, которая предохраняет лук от удара сырного вент выстава. А для удобства рукоятку лука мы обтягиваем мягкой, эластичной кожей, которая позволяет его удерживать в руке в любое время, и лук не будет вибрировать в руках в вент выстава. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА